В прежние дни часто писали о том, как сладко и прекрасно умереть за родину, но в современных войнах нет ничего сладкого и прекрасного. Ты умрешь как собака, безо всякой на то причины. Эрнест М. Хемингуэй Рассказ о своей жизни я, пожалуй, начну с того, что народился я в небольшом городке под названием Бар, Виндская область, Украина. В далеком 1992 году народился вот тот маленький карапуз в костюме зайчика. После распада Советского Союза в поисках счастливой жизни мои родители решили переехать в Израиль. Без дедушки-еврея по папиной линии такой переезд был попросту невозможен. В 1997 году мы с родителями и моим старшим братом перебрались жить в Израиль. Во время полета родители были настолько напуганы, что мне с братом не разрешили выпить по баночке Кока-Колы в самолете, так как думали, что это было платно. Израиль принял нас очень тепло, в прямом и переносном смысле. Температура на градуснике показывала более 30 градусов по Цельсию. Климат немножко другой! А на выходе с аэропорта нас ждало такси, которое должно было отвезти в город Хайфа. В 90-е годы государство Израиль помогало новым репатриантам вроде нас делать первые шаги в стране. Израиль и сейчас продолжает помогать репатриантам, но делает он это уже как-то не уверенно. И хотя родина есть только имя, только слово, оно сильно, сильнее самых могущественных заклинаний волшебника, которым повинуются духи. Чарльз Диккенс. С момента нашего приезда в Израиль прошло уже чуть больше года. Я наконец-то окончил садик, который так сильно ненавидел. Не знаю, с чем это было связано, но каждый раз я держал своего старшего брата за руку так сильно, как только мог шестилетний мальчик, и не отпускал до тех пор, пока воспитатели не начинали применять сил, чтобы нас разъединить. Родители пропадали с утра до вечера на работе, и единственным моим другом был мой старший брат, которому тогда исполнилось 8 лет. Так проходил год за годом. Я с братом все хуже и хуже разговаривал на русском, а еврей становился нашим родным языком. После школы мы с братом скитались по улицам города в поисках приключений, так, как дома нечего было делать. Родители продолжали пропадать на работе, чтобы отложить хоть какие-то деньги. В таком ключе прошло более трех лет с момента нашего приезда, и родители не могли больше этого терпеть. В 2000 году они решили вернуться назад в Украину. Знаете, до недавнего времени я действительно считал, что ребенок вроде меня не может ощущать пустоты в сердце, связанной с приездом. Ну вот кадры 2000-х годов, когда мы с родителями возвращались жить назад в Украину. Человеку нельзя жить без Родины. Как нельзя жить без сердца. Константин Г. Паустовский Спустя месяц после того, как мне исполнилось 8 лет, наш корабль причалил к Одесскому порту. Туман в тот день расстелился на поверхности земли, как скатерть ложится на праздничный стол. И прохладного октябрьского утра мы держали путь в мой родной город Бар. С того момента прошло уже более 19 лет, 8 из которых я живу снова в Израиле. Украина, к сожалению, отвергла меня и моих близких, как ненужный орган, в котором мы думали, она так нуждалась. Более 12 миллионов человек покинули Украину за последние 19 лет. Люди покидают свою Родину в поисках лучшей жизни. Но, к сожалению, там ее им никогда не найти. Мое сердце, так как и сердце остальных 12 миллионов украинцев по всему миру, всегда будет стремиться вернуться назад домой, несмотря на лучшие условия жизни за границей, вдали от обычаев, родного языка, родных и близких нам людей. И хоть пишу я эти строки, живя в Израиле, я никогда не переставал думать о своей Родине. Уверен, что душа миллионов украинцев, разбросанных по всему миру, так же, как и моя, рвется изо всех сил назад, домой. Но люблю тебя, Родина Кроткая, а за что разгадать не могу. Веселая твоя радость короткая, с громкой песней, весной на лугу. Сергей А. Есенин